У микрофона Юрий Белявский. Сегодня мы продолжаем цикл музыкальных программ, посвященных легендарным исполнителям. Историческая перспектива развития скрипичного исполнительского искусства со времени возникновения звукозаписи. Легендарные скрипачи от Паганини до наших дней. Яша Хейфец. Важнейший поворотный момент в скрипичном исполнительстве – это появление Яши Хейфеца в 20-м столетии. Яша Хейфец родился в 1901 году в Вильнюсе. Отец его был скрипач, и он вложил скрипку в Яшины руки, когда Яше было только три года. Прогресс шел с неимоверной скоростью. Уже в шесть лет Яша играл концерт Мендельсона с оркестром. Занимался он в это время в императорской музыкальной школе в Вильнюсе у Ильи Давидовича Малкина. За 20 лет до этого сам Малкин был учеником Ауэра. И, конечно, что было совершенно естественно, он рекомендовал маленького Яшу профессору Ауэру. В 1910 году девятилетний Яша становится учеником профессора Леопольда Семеновича Ауэра в Санкт-Петербургской консерватории. Отец известного американского пианиста Герри Графмана, Владимир Графман, тоже родом из Вильнюса, был студентом профессора Ауэра, и он очень красочно описывает первое появление Хейфеца в классе Ауэра. Графман, он был старше Яши, получил письмо от папы Хейфеца с просьбой. «Дорогой Володя, пожалуйста, присмотри за маленьким Яшей». Когда Графман привел маленького Яшу к Ауэру, профессор воскликнул. «Володя, ты же знаешь, что в моем классе абсолютно нет мест. Отведи мальчика к моему ассистенту Налбандяну». Не успел Хейфец сыграть несколько нот на Налбандяну, как тот привел его обратно к Ауэру с восклицанием. «Леопольд Семенович, вы лучше сами послушайте этого ребенка». Как же играл тогда Хейфец? На это Графман мог только сказать. Он играл как Хейфец. Перед тем, как мы послушаем пластинку десятилетнего Хейфеца, я, как уже обещал в прошлой передаче, расскажу историю о том, как эта пластинка попала ко мне. Дело было в 1949 году. Я в это время учился в музыкальном училище в Мерзляковском переулке. Мы с моим ближайшим другом Илюшей Дворкиным коллекционировали пластинки, интересуясь главным образом старыми историческими записями. Однажды я шел по Арбату со своей скрипкой, как вдруг ко мне подходит женщина лет 30 и говорит, «Я вижу, вы скрипач. Не интересуетесь ли вы пластинками? Мой отец умер и оставил несколько коробок со старыми пластинками. Я не возьму дорого. Ну, что-нибудь половину того, что это стоит в магазине. А живу я тут за углом, в Большом Афанасьевском переулке. Бывают же такие случаи». Конечно, я отправился с ней. Жила она в старом особняке, таком, где мог бы жить мастер из булгаковской «Мастера и Маргариты». Дома она показала мне пару коробок с пластинками. Там были старинные записи певцов на итальянской фонотипе, Ансельми, Бонзи, Шаляпин с церковным хором, Кубелик в записи 1907 года. И это пластинка русского граммофонного акционерного общества, на которой написано. Исполняет десятилетний скрипач-виртуоз Яша Хейхетс. Желающие увидеть, как выглядит эта пластинка, могут посмотреть фотографии ее на моем веб-сайде www.artofviolin.com В 1978 году уже в Америке я обнаружил, что в книжке, буклете, приложенной к полному собранию записей Хейхетса на RCA, утверждалось, что первые свои записи Хейхетс сделал в 1917 году, после своего дебюта в Америке. Я сразу же позвонил Джану Пфайферу, который был продюсером этого альбома. Он мне сказал, что слухи о записях, сделанных маленьким Хейхетсом в России, он слышал, но сам Хейхетс не помнит об этом. Прошли годы. В 1986 году журнал «Стрет» отмечал 85-летие Хейхетса, и узнав о существовании этой пластинки, главный редактор журнала Эрик Фенн обратился ко мне с просьбой разрешить издать эту запись на мягкой пластинке, как приложение к специальному выпуску журнала. И таким образом, запись эта стала известна миру. Нью-Йорк Таймс опубликовал статью, отмечающую это событие. Естественно, качество звучания записи 1911 года – это не запись сегодняшнего дня. Но важность этого открытия, как было написано в Нью-Йорк Таймсе, перекрывает все остальное. Итак, на нашей машине времени мы отправляемся в 1911 год. Йомореско Дворжика и Пчелка Шуперта исполняет 10-летний скрипач-виртуоз Яша Хейхетс. Пчелка Шуперта Субтитры создания в конце 20-летний скрипач-виртуоз Яша Хейхетс. Пчелка Шуперта И вот, это McMaster здесь не будем все спутass-виртуоз. Ну так, в природе. Так. Субтитры создавалone. Пчелка Шуперта Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Профессор Аур все это время! Добро пожаловать в Казахстан! Ведь его игра напоминала игру Эльмана. Но Ауэр явно придерживался другого мнения. И будущее показало, конечно, кто был прав. В том же 1913 году Хейфетс дебютировал в Берлине с концертом Чайковского. Артур Никиш дирижировал. После концерта в доме Артура Абеля был прием в честь Хейфетса, на котором присутствовала вся музыкальная элита Берлина. Яшу попросили что-нибудь сыграть. Концерт Мендельсона предложил Яша, но тут оказалось, что нет нот аккомпанемента. Тогда Фридс Крейслер любезно предложил проаккомпанировать оркестровую партию концерта на рояле наизусть. Совершенно потрясенный чудо-ребенком, Крейслер тогда же заявил, что он готов бросить скрипку, ибо, как он сказал, какой смысл в тяжелых, изнурительных занятиях, если маленький ребенок может овладеть скрипичным мастерством с такой легкостью, как будто он играет в камешки. У микрофона Юрий Белявский. Мы продолжаем нашу передачу о Яше Хейфетсе. В 1917 году Хейфетс прибыл в Соединенные Штаты Америки и завоевал своей игрой как Америку, так и весь мир. Он стал признанным императором скрипки 20-го столетия. И кто знает, может быть, и будущих столетий. После дебюта 27 октября 1917 года Хейфетс сделал свои первые граммофонные записи в Америке. Давайте послушаем некоторые из них. Первая – Капричиоза Эльгара, исполненная с невероятной элегантностью, и затем Перпета Мобили Паганини, сыгранные с фантастическим техническим совершенством. Капричиоза Эльгара Капричиоза Эльгара Капричиоза Эльгара Эльгара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Вы слушали в исполнении Яши Хейфица «Капричиоза Эльгара» и «Перпетамовили Паганини» Добро пожаловать на наш канал! 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 его ученик эрик фридман в сущности оперный певец его игра это пение в лучших традициях вокальной школы бельканта сейчас мы послушаем а ария хозе из оперы без кармен в исполнении марио дель монако и сразу же после этого хейфиц исполняет на крыльях песни медельсона и а и и и и и и и Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.